Зеленокумск, город, административный центр советского района Ставропольского края и муниципального образования городское поселение город Зеленокумск. Варианты названия – Александровская, Воронцово-Александровская, советская. География. Город расположен на реке Кума, на юге Ставропольского края. Расстояние до краевого центра – 265 километров. Железнодорожная станция Зеленокумск на линии Георгиевск-Буденовск. История. По указу императрицы Екатерина II в 1783 году графу А. Р. Воронцову была пожалована земля в Георгиевском уезде, ниже села Отказного, по правой стороне реки Кума из казенной земли. Всего 15300 единиц. Десятин за землю была уплачена символическая сумма – 3,5 копейки за десятину. Село получило название Воронцово-Александровская. Еще ранее на этом месте существовало поселение, основанное в 1781 году отставными солдатами. Дата 2 октября 1781 года считается днем основания Зеленокумска. В 1963 году село Воронцово-Александровское и располагавшиеся на левом берегу реки Кума-Селонова-Григорьевское были объединены в одно село – Советское. В 1965 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР оно было преобразовано в Г. Зеленокумск. Население. На 1 января 2015 года по численности населения город находился на 445 месте из 1114 городов Российской Федерации. Национальный состав по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, инфраструктура, дворец культуры, центральная библиотека, краеведческий музей открыт 24 октября 1981 года, стадион «Молния», центральная районная больница, Нижнекумское лесничество, войсковая часть 3772, войсковая часть 5588, исправительная колония номер 7, образование. Детский сад номер 1 – Ласточка, детский сад номер 3 – Дюймовочка, детский сад номер 4 – Березка, детский сад номер 5 – Снежинка, детский сад номер 6 – Теремок, детский сад номер 7 – Огонек, детский сад номер 10 – 1 мая, детский сад номер 14 – Ивушка, детский сад номер 15 – Чебурашка, детский сад номер 23 – Золотой ключик, детский сад вида номер 25 – Светлячок, детский сад номер 33 – Родничок, детский сад номер 30 5 колобок, детский сад номер 39, скворушка, детский сад номер 40, тополек, средняя общеобразовательная школа номер 1, средняя общеобразовательная школа номер 2, средняя общеобразовательная школа номер 3, средняя общеобразовательная школа номер 12, средняя общеобразовательная школа номер 11, средняя общеобразовательная школа номер 13, средняя общеобразовательная школа номер 14, вечерняя общеобразовательная школа номер 2. Профессиональное училище номер 39, детская музыкальная школа, детская художественная школа, детско-юношеская спортивная школа, детско-юношеская спортивная школа по футболу, центр внешкольной работы, экономика, предприятие ВОЛАЭН, предприятие Страймаш, авторемонтный завод, трубный завод, октан, зеленокумский элеватор, филиал ОАО, Буденновский молочный завод, кирпичный завод, силикат, зеленокумский пивоваренный завод, предприятие электросеть. Открыто 20 октября 1976 года как Зеленокумское электросетевое хозяйство, религия, русская православная церковь В 1998 году священник Геннадий по благословению митрополита Гидиона начал строительство православного храма, который назван в честь Петра и Павла. Православная церковь Петра и Павла, построенная в 1791 году, позднее стала пределом Казанского собора, который в 1938 году был уничтожен. Православная церковь Казанской иконы Божьей Матери, улица Крупской, 107, часовня в честь святого страста терпца Цессаревича Алексея при детской больнице. Протестантизм. Молитвенный дом адвентистов седьмого дня расположен по адресу улица Заводская, 91. Молитвенный дом евангельских христиан-баптистов расположен по адресу улица Заводская, 162. Люди, связанные с городом, Ординцев Яков Спиридонович, советский офицер, герой Советского Союза, Бондарев Олег Александрович, режиссер киностудии «Мусфильм», актер, сценарист, Гребенюк Александр Васильевич, заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин города Зеленокумска, Илья Шенко, Георгий Данилович, летчик, герой Советского Союза, Недвижай Иван Макаревич, разведчик, герой Советского Союза, Павлов Иван Дмитриевич, командир эскадрильи, герой Советского Союза, Свечкарев Иван Семенович, герой Советского Союза, Турченко, Павел Алексеевич, герой Советского Союза, Чичиткин, Юрий Иванович, почетный гражданин города Зеленокумска, памятники, памятники истории и культуры, памятник воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в январе 1943 года, за освобождение С. Воронцова Александровского, 1947 год, огонь вечной славы, погибшим, в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, 1975 год, памятник погибшим защитникам в локальных войнах, 2003, мемориал погибшим в чеченских войнах, войнам в Че 3673, мемориальная доска по Ивако-госпиталю и павшим в боях 1941-1945 годов, выпускников средней школы номер 1, памятник В. Ленину, памятник В. Ленину, памятник В. Ленину, в управлении пенсионного фонда, памятник В. Ленину, обелиск, герою Советского Союза Яэс Орденцеву, памятник Петру и Февронии, 2012 год, памятники градостроительства и архитектуры, дом Кащенко, сейчас в нем детская музыкальная школа и ЗАГС, торговые ряды, сейчас это краеведческий музей, интересные факты, с 29 до 31 июля 2008 года город оставался на три дня без света и воды из-за урагана, Сергей Бодров младший 19 сентября 2002 года снимал эпизоды фильма «Связной женской колонии города», на следующий день съемочная группа пропала в Кармадонском ущелье, курьезы, памятник Сталину в огороде, Субтитры создавал DimaTorzok